Есть две взаимоисключающие позиции, что интересно. Первое. Значит, американский военно-промышленный комплекс базируется на лоббистских возможностях именно республиканской партии. Хотя и нынешние высшие должностные лица, допустим, Остин, Блинкен, являются лоббистами крупных компаний ВПК, акции которых серьезно подросли с момента начала спецопераций. Но в первую очередь именно республиканцы. Трамп, хоть и не развязал ни одной войны, но продажи вооружений, техники, изделий двойного назначения серьезно возросли в сравнении с периодом Обамы. Значит, это первая позиция. То есть, вроде бы, как республиканцы должны быть заинтересованы в дальнейшем наращивании так называемой помощи Украине. То есть, размещение за государственные деньги, оборонных заказов на предприятия, передача Украине и другим государствам Восточной Европы техники и вооружений, за которые эти там будут как-то рассчитываться. Это с одной стороны. А с другой стороны, понятно, что республиканцы должны вроде бы как саботировать действия администрации Байдена. И имея большинство в Конгрессе, значит, постоянно подрезать Байдену крылья точно так же, как поступали в отношении Трампа. То есть, не давать им управлять другой части американской верхушки. Поэтому такие две взаимоисключающие позиции. Я предполагаю, что мы будем наблюдать своего рода управляемый хаос в этой ситуации. То есть, в равной степени будут как и поставки оружия, так и, значит, некие громкие заявления или инициативы по... Денег нет, оружие не дадим. Продолжение следует...